Много лет назад, под защитой могучих драконов, наш мир процветал в спокойствии и достатке. Впрочем, это продолжалось до того, как злобный Кракен и его миньоны прорывали магический барьер. После этого все изменилось. Чтобы защитить человеческий мир, драконы-хранители вступили в тяжелую битву против Кракена. Однако никто не ведал о тайной силе Кракена, которая лишила драконов-хранителей их энергии. В конце концов, все они были ослаблены и истощены. В безвыходной ситуации драконы-хранители вынуждены были отступить в Святилище Драконов. Место, изначально построенное людьми, в качестве убежища для драконов-хранителей. С той небольшой силой, которая у них осталась, драконы создали магический купол, достаточно крепкий, чтобы сдерживать страшные атаки Кракена. В то же время, они призвали всех воинов человечества защитить мир от этого зла. Наконец, первый чемпион, который успешно прошел через купол и испытания драконов, ответил зову Пламенного Дракона, несмотря на тяжелые испытания, которые ждали его в будущем. Только столкнувшись лицом к лицу со своими глубочайшими страхами, чемпион сможет исполнить свое истинное предназначение. Чтобы спасти мир от страданий, драконы-хранители вновь обрели свою силу. Чувствуя возрождение драконов, могущественный Кракен ускорил исполнение плана по уничтожению мира. Вдохновленные воином Пламенного Дракона, многие сильные и благородные воины приняли вызов дракона. Среди них был и воин из древнего эльфийского царства, который направился в святилище драконов, где его ждало последнее испытание мудрости. Вдохновленные воином Пламенного Дракона 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 Субтитры создавал DimaTorzok В надежде помешать Драконам-Хранителям полностью восстановить свою силу, Кракен послал своих миньонов напасть на святилище Драконов. Купол, защищающий святилище, быстро ослабел. Атака за атакой. У Драконов-Хранителей едва хватало сил направлять воинов-драконов. Как воин Северной долины сможет войти из святилища? Что же будет дальше? Таинственный мечник из речных земель Кадья почувствовал зов драконов. Услышав обещания божественного оружия и наград, он, не жалея себя, Посвятил всю свою энергию и время помощи Драконов, не обращая внимания на награды. С еще одним мужественным воином, принявшим вызов испытаний Дракона, У Кракена появился еще один грозный противник. В то время, как Драконы-Хранители неустанно боролись за процветание и сохранение мира, Кракен был абсолютно безжалостен в своих атаках. С последним воином, который должен помочь Драконам-Хранителям, Началась последняя война, которая определит будущее человечества. В финальной битве, могучий Кракен пробился к линии фронта, Чтобы нанести смертельный удар по святилищу Драконов. Все уже думали, что конец близок. Но неожиданно, Драконы-Хранители объединили свои силы с силой воинов, Которые пришли им на помощь. В конце концов, Кракен пал. Бал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok